Как подобрать стрижку для тех, кому за по форме лица и типу волос? Hi everyone, с вами Eva Lorman, я автор и ведущая этого канала, который посвящен красоте. Это уже третье видео по счету, ссылки на предыдущие видео оставлю в описании. И еще, оперативно на ваши вопросы я отвечаю в течение первого часа после выхода нового видео. Со многими недостатками можно работать и что-то делать. Смотрим, у данной модели что мы видим? На этом фото тяжелый низ, где длинные волосы, обратите внимание, низ прямо чётко имеет границы и видно, что он почти квадрат. Даже с какой-то асимметрией, это часто бывает, асимметрия практически у всех людей присутствует в лице. Глаза обычно разные, губы одна сторона туда, другая сюда, брови разные. У человека асимметрия присутствует абсолютно в большинстве случаев. И кстати говоря, асимметричные лица считаются красивыми и достаточно хорошая ширина. Но что сделано на второй фотографии? Вторая фотография полностью решила все эти вопросы. Эта стрижка называется пикси лонг, она тоже есть у меня на канале, я ее даже себе стригла, но не до такой степени вот здесь вот как у нее сбоку, а по факту примерно то же самое. Цвет волос. Цвет волос сделан таким образом, что уходит контраст цвета лица и цвета волос. Второе, с этого места уходят вообще волосы. Их просто нет. Так вот этот пикси лонг что сделал? Попрыгайте глазами туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Что я вижу? Я вижу, что у человека произошла правильная коррекция формы лица, потому что мы видим, что лицо прыгает вверх. Если бы лицо прыгало у нас по ширине, по горизонтали, то это значит мы увеличили эту ширину. А если мы видим, что лицо прыгает снизу вверх, это значит мы увеличили высоту лица и уменьшили ширину. И в итоге здесь очень правильная коррекция сделана. Здесь нужно было уменьшить ширину. Ширина уменьшилась? Уменьшилась. Второе, убрать контраст явных очертаний широкой челюсти. Сделано? Сделано. И третье, весь объем, благодаря этой стрижке, перенесся наверх. И этим объемом мы увеличили высоту. Как раз то, чего этой модели и не хватает. Идеально. И еще хочу сказать, что видео не стоит задача кого-то там обидеть, ущемить, чьи-то там достоинства. Нет. Вот посмотрите, в моей технике эта стрижка называется горсон, она есть у меня на канале. Волосы редкие, пушистые и по факту именно такой тип волос совершенно не держит укладку. Что можно сделать? Дульку и тяпку. А можно быть и вот такой. Я морячка, ты моряк. Макияж? Ну конечно да. И он здесь уместен. Сделай ты этот макияж на первом фото. Ну и что это будет? А она сейчас всем говорит. Года бегут, но я быстрее и фиг они меня догонят. Да, многие пишут, волосы редкие, пушистые, но мне их так жалко, я не знаю, что бы мне с ними придумать, посоветуйте. Я вам сейчас примерно скажу, что можно с ними сделать, а вы уже выбирайте сами. Во-первых, можно сделать выпрямление волос. Как бы эта процедура такая нормальная, волосы действительно долго могут быть прямыми, не пушиться, но что это может дать, например, в конкретном случае? Дело все в том, что если посмотреть на форму лица, на первое фото с длинными волосами, что мы видим? Достаточно удлиненная высота лица, присутствует второй подбородок, как бонус брыли. В принципе ничего критичного, но если все это вместе собирать, то получается, что ты не фонтан. Ну не будешь ты себе нравиться в таком виде. И если сделать еще при этих данных ламинирование волос или ботокс волос или кератиновое выпрямление волос, что может произойти? Ну во-первых, вы получите две вертикальные линии у своего лица. Чем это может закончиться? Особенно если они будут на контрасте, это будет вообще сразу трэш. Вот эти две вертикальные линии добавят вам все вот эти недостатки. Они будут их подчеркивать. Прямые волосы у лица идут людям, у которых не вытянутая высота, а наоборот не хватает высоты. Понимаете? Здесь высоты предостаточно. Плюс еще второй подбородок. Он не сильно выделяется, но он есть. И вот этими вертикалями вы просто добавите себе этот эффект. И второе, если сделать выпрямление волос, объем просто исчезнет. Его как бы и так нет, а то его вообще не будет. Просто от слова совсем. Будет висеть три волосинки. И вы не будете рады этому эффекту, потому что лицо будет еще крупнее, еще больше. Чем меньше длинных волос у человека, тем крупнее становится лицо. Понимаете? Редкость волос сама по себе не очень хорошо, но при наличии крупного лица редкость волос подчеркивает вот эту крупность лица. И если убрать эти тонкие длинные волосы около своего лица, как мы видим на втором фото, мы получаем просто сногсшибательную красотку. Я думаю, что у нее вообще вторая жизнь началась, и она безумно счастлива этому преображению. И плюс еще этот яркий медный цвет. Человек становится настолько сочным, внешность становится настолько сочная, что ты просто не обращаешь внимания ни на какие недостатки. Весь взгляд только на то, что действительно стоит внимание. А это вот, пожалуйста, тебе классно сделанная стрижка, яркое окрашивание. Клиент не побоялся так измениться. Я думаю, что она осталась только в выигрыше. Посмотрите на вот эту фотографию. Начнем с того, что у модели есть недостатки. Это большие уши, которые еще и торчат. В итоге она постоянно эти места прикрывает волосами. Это самый распространенный вариант практически у всех. Хорошо, волосами прикрыли, но при этом при всем, смотрите какая получается дисгармония в первом образе, где она в желтой кофточке. Лицо худощавая и высота подбородка большевата. Пропорция немножко увеличена, чем в идеальной форме. Сама челюсть как бы не очень выделяется, а именно хорошо видна вот эта часть подбородок. Наличие волос в этих местах еще больше его увеличит. Он становится визуально больше, на самом деле он не становится больше. И на фотографии, где сделали снова сшибательную стрижку под названием пикси лонг. Этой стрижкой убили всех зайцев. Первое, скрыли уши. Второе, убрали волосы вот с этой части лица, но добавили объем вот сюда. В итоге весь объем перешел визуально только на верхнюю часть. И уже нижняя часть челюсть не становится такой заметной. То есть, если так вот подытожить немножечко, чем больше вот эта часть, тем больше должен быть объем вот получается очень правильно сделано. Ширина присутствует, закрыла все недостатки и убрала акцент на подбородке. Вот как раз про объем. Обратите внимание, что у модели не очень высокая вот эта часть. То есть, очень такой миленькая личико называется. Вот прям вот в ручки помещается. Но вот этот объем на голове, он настолько перегружает эту стрижку. Вот откуда может складываться эта дисгармония. Опять же, это мое мнение. Если кто считает, что такой объем уместен по высоте, личное дело каждого. Я рассказываю с точки зрения, как можно было бы сделать, чтобы гармонично это смотрелось со стороны. Потому что большинство людей себя со стороны, ну, почти не оценивают. Кстати говоря, еще я думаю, что у этой дамы и рост невысокий. Если еще и рост невысокий и вот этот кипиш на голове, это, конечно, перегруз. А в принципе так-то. Стрижка, в общем-то, сделана хорошо. Но опять же, висок. Висок доходит до проблемной зоны. Проблемная зона это овал лица, второй подбородок. Висок, он как бы вот такая длина виска, она как бы указывает на это место. Есть люди, которые вообще этим не заморачиваются. Это просто счастливчики по жизни. Они, в принципе, тогда мало чем могут заморачиваться. А есть люди, которым это важно. И проблемную зону нежелательно подчеркивать именно волосами. Вот то же самое примерно, но только с длинными волосами. У клиента присутствует проблемная зона, которая называется второй подбородок. И вот эта линия каскада, она эту зону оголяет первое, второе подчеркивает. Почему? Обратите внимание, что здесь присутствует диагональ. Диагональ в каскаде это нормальное явление, но она бывает разная, под разным углом. В данной ситуации эта диагональ прям очень острая. Это острый угол, вот так. В итоге угол ее диагонали вот и вот небольшое отступление, угол диагонали второго подбородка. То есть получается диагональ волос, диагональ второго подбородка, они друг друга будут подчеркивать. И в итоге мы видим вот такой эффект. То есть как будто опущено лицо вместе с волосами. То есть тут надо было наоборот либо волосы назад зачесывать, либо сделать их длиннее в этом месте. Вот это как раз про то, что хочу длинные волосы, но возраст уже такой, сякой, в итоге есть какие-то проблемные моменты и что с этим можно сделать. Но хочу длинные волосы. Длинные волосы это тоже понятие очень разнообразное и каскадов этих много. У меня только на канале примерно 10 видов каскадов. У них у всех разный вот этот угол. Плюс еще для редких волос. Тут два варианта. Хотите получить лифтинг эффект? Лифтинг эффект это подтяжка, визуальная подтяжка формы лица. Если есть какие-то особенности и надо это сделать. И это можно сделать стрижками, как мы уже поняли. Длинными волосами такие моменты не сделать. По одной простой причине, что длинные волосы это прямые длинные линии у лица, которые будут увеличивать именно вертикаль и добавлять недостатком мощи. Длинные волосы возрастным дамам будут идти только в том случае, если с овалом лица в нижней части в принципе все норм. Даже визуально, вот даже когда я макияж делаю возрастным дамам, у которых есть длинные волосы, я могу сказать так. Когда мы делаем макияж, я закалываю волосы, чтобы они не мешались. И когда сделаешь макияж, не распуская волосы и кажется, ой, ну прям красавец. Стоит только распустить волосы, лицо сразу опускается. Поэтому это личное дело каждого. Но как быть людям, у которых редкие волосы, но хочу длину оставить и что мне можно сделать? Я лично неоднократно наблюдала таких дам, у которых все эти волосы начесаны и закручены вот в такую дульку. Я знаю таких людей, я думаю, что вы тоже таких людей знаете и у меня такие есть клиенты, у которых вот такая прическа. Варианты есть. Я надеюсь, вы понимаете, что это имитация короткой стрижки, у которой вот такой вот объем вот здесь есть. Единственное, что у нее настолько вот здесь моложавое лицо. Если бы ей сделать красивую седину, чтобы она была не серая, надо правильно сначала подобрать цвет волос. Потому что цвет волос играет большую роль, чаще всего, чем стрижка. Вот сейчас, будь она другого цвета, не было бы этого эффекта. И, кстати, говоря, вот на этот счет напутствия мастерам. Вот то, что я сейчас объясняю, я объясняю просто элементарным человеческим языком, называя недостатки своими словами, но с клиентами так не разговаривают. То есть клиенту, конечно же, нежелательно говорить в цвет, прям вот в лицо, что у вас такой-то, такой-то, такой-то и такой-то недостаток. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии, их такое огромное количество. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления, а я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Бай-бай, эврион, с вами была Ева Лорман, и до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут зажми, делись со всеми, не томи, хватит даме танцевать, пора идти видос снимать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова